МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Я хочу заметить, что социальную дистанцию мы все-таки соблюдаем. Весь 2020 год в этой студии мы вместе с гостями, вместе с экспертами обсуждали важные события из жизни региона. Но сегодня в этих новогодних декорациях расскажем, как проводить этот год и встретить новый 2021. И неизменным остается одно, это генеральный спонсор нашей программы СДС ФУДС, единственный дистрибьютор бренда Ахмад Чай. До Нового года осталось совсем немного. И каждому, конечно, хочется, чтобы эти дни прошли на веселой волне, без суеты, но и, главное, в праздничном настроении. Ну а где его взять, когда кругом запреты, новые установки, которые диктует само время? Но все же, несмотря на ограничительные меры из-за коронавируса, всем нам необходимо сохранить позитивный настрой, ведь от него зависит многое. Во-первых, насколько вы успеете завершить все предновогодние дела? Ну а во-вторых, и это главное, с каким настроем вся семья подойдет к празднованию одного из главных любимых праздников. Итак, полезный предпраздничный эфир. Мы начинаем в этом блоке. Расскажем, как и где найти то самое новогоднее настроение. А поможет нам в этом Владимир Ченевизов, первый наш гость, психолог. Которого мы и приглашаем в нашу студию. Владимир, проходите. Здравствуйте. Здравствуйте. Здесь должны звучать фанфары, потому что вы сейчас нам подарите то самое, наверное, новогоднее настроение. Ну или расскажите рецепт, как избавиться от плохого и отыскать позитив. Изначально хочу сказать, что изумно рад видеть вас. Вы, как всегда, шикарны, божественны. Вот такое вам пастуле хорошего настроения. И да, безусловно, расскажу, как с помощью психологии, простых техник и практик, совершенно самостоятельно дома поднять себе настроение и поддерживать его круглый год. Ну, нам, наверное, сейчас по нашим лицам и нарядам, наверное, понятно, что не требуется помощь психолога, но по ту сторону экрана наверняка есть домохозяйки, которые стали убирать квартиру, готовить продукты уже к стану. Мнение, которое психологическая помощь требуется. Я не знаю, как все успеть, потому что все время нахожусь на работе. Вот, наверное, с этого вопроса и начнем. Как все успеть и доделать все дела, которых вот чем ближе к Новому году, все больше и больше, откуда-то они берутся, накапливаются, как снежный ком. Так бывает. Так бывает, когда мы не ведем ежедневник. Есть такое понятие психологии, как тайм-менеджмент, да? Когда ты четко структурируешь свой график. И день, в принципе, да, и год, и какие-то важные события ты планируешь. А там только хорошие должны быть события? Или вообще план надо? Ну, вообще психология, она больше на позитив, безусловно, рассчитана, да, на поддержание самооценки, на хорошее настроение, на улыбку, на вот эту сумасшедшую бешеную энергетику. Понятное дело, что в нашей жизни не всегда так бывает. Этот год нам показал, как никогда, что бывает не все, как мы запланировали. Поэтому планируем мы все, в любом случае, и когда мы в нашем ежедневнике это все видим, то у нас есть четкая структура, система, вычеркивая дела, мы себя радуем, какие мы молодцы, какие мы исполнительные ребята. А вот здесь тоже есть обратная сторона. А если не все успели, и вычеркиваем две строчки, а больше остается, здесь тоже, наверное, не совсем такое будет. Хорошее настроение, блин, опять не успела. Я вас понял. Алла, хороший вопрос, благодарю вас. Знаете, для этого нам подойдет такая замечательная история, как расстановка приоритетов. Насколько эти дела для вас важны, чтобы бегать с горящей, как говорится, энергетикой? А там все, да? Так и буду называть, новое слово, энергетика, да? Вот. Цейкноты, дедлайны, все еще. Да, да, и чтобы не насиловать свою психику, да, просто расставляем приоритеты. Надо нам это или не надо? Может быть, там, сходить в магазин не так уж и важно, а важнее сделать, допустим, там, салат оливье для своих родственников. Вот это моя позиция, почему-то к этому году я пришла к выводу, что не надо утомлять себя салатами бесконечными. Тем более, молодец, Наталья. А я каждый год прихожу к этой позиции, но 31-го числа что-то идет не так, и я все равно начинаю. Так, да, открываем бутылочку шампанского. И все пойдет намного веселее. Бокальчик, потом второй, и все идет как по маслу. Так, ну, надо не увлекаться с этим игристым напитком. Я думаю, что многим поднимает настроение еще и вот то самое убранство, да, эти самые елки. Можно даже не одну поставить дома, да, разных цветов. Что советуете? Тут, вы знаете, все индивидуально. Чтобы поднять себе настроение, можно заниматься в целом любимыми делами, да. И вот эта вот новогодняя атмосфера, ведь ее мы все ждем еще с самого детства. Мы привыкли так, приучены, что Новый год это праздник семьи. Когда вся семья собирается, готовят вкусные салаты, которые ежедневно не получаешь в свой ежедневный рацион, да. Это елка, это подарки, это Дед Мороз, это какая-то феерия, праздник. Да, есть другие праздники, но Новый год самый яркий. А все-таки чисто психологически важно, когда ты встречаешь в семейном кругу, чтобы не быть одному, допустим, да, вот из принципа, чтобы как-то такой вот задел на будущий год, чтобы тебя окружали близкие, родные люди. Это принципиально важно с точки зрения психологии? С точки зрения психологии принципиально важно поддерживать свою психику в адекватном, трезвом, имею в виду, психологическом состоянии. Как тебе комфортно, да? Как тебе комфортно. Если мы берем чисто этически, то, конечно, лучше встречать в кругу семьи. Да, есть поверье, что как проведешь Новый год, так и проведешь его, да. Опять же, все приметы, они потеряли свою ценность в наше время. В 2020 году. Даже не в этом время. Допустим, мы берем старые приметы, да, переступать через порог, передавать ничего нельзя. Раньше под порогом хоронили, извините, да. 1 января должен первым прийти мужчина в дом, да, из этой же сферы. Все это бред, пожалуйста, не засоряйте свою голову, лишнюю информацию. Важный момент, как свой мозг перестроить как раз вот в новых реалиях, что, ну, все пойдет немножко не так, как мы привыкли, да. Какие-то мероприятия у нас в этом году переносятся все-таки в онлайн, и, быть может, не все к этому готовы. Вот как немножечко себя подготовить для того, чтобы, тем не менее, было весело. Даже пресловутые детские утренники ушли в онлайн. Да, очень хорошо. Я видел. Детям очень сложно объяснить. Вы знаете, тут очень важно для себя понять несколько вещей. Первое. Лично ты можешь что-то с этим сделать? Как-то изменить ситуацию? Там, исцелить всех людей или что-то еще? Нет. То есть, я тогда переживаю. Ну, ты не можешь повлиять в эту ситуацию. Дальше сделать для себя личный выбор. Тебе хочется страдать, мучиться, переживать, гнобить себя и прочее другое? Нет, я думаю, никому не хочется. Тебе хочется быть счастливым, довольным человеком. Адаптируйся в данность, которая есть сейчас. Да, она может не нравиться, но ведь есть же вещи, которые нравятся. Мы стали чаще дома. А вы знаете, какие еще есть вещи? У нас еще в этом году новые сегменты ивент-индустрии появились. Это онлайн, ведущий онлайн мероприятий. Одна из них с нами сейчас на связи. Ой, здорово. Анжелика Ворона, ведущая онлайн мероприятий. Анжелика, здравствуйте. Здравствуйте. Вот новый у нас сегмент появился. Я уже озвучила. В ивент-индустрии ведущий онлайн. Чем пришлось вам столкнуться в 2020 году? Что изменилось в вашей работе? Во-первых, хочу сказать огромное спасибо вашему гостю, который озвучил самую главную мысль. Хочешь быть счастливым – будь им. Вот и все. Самая большая проблема – это то, что в короткий промежуток времени нам нужно было впрыгнуть с разбега в эту реальность онлайна. То есть у нас было по факту для того, чтобы мы проработали, изучили и внедрили всего в неделю. Это было как сок. Мы не спали вообще. И я скажу самое главное, что, конечно же, самое сложное еще – это поменять сознание. Представьте, то есть можно надеть новый костюм, можно купить новый микрофон, можно работать с диджеем, другим совершенно, к которому ты не привык. Но если ты не поменяешь сознание, ты так и останешься в прошлом. Поэтому у нас был выбор. Либо та же Анжелика Ворона останется в прошлом, как и многие из ведущих сейчас, либо она пойдет в ногу со временем и будет показывать направление, в котором нужно развиваться. Ну, насколько мы понимаем, Анжелика выбрала второй вариант. Конечно. Как вы предлагаете встретить Новый год в онлайн-режиме? Что входит сегодня в этот новогодний пакет, ведущий онлайн-мероприятия? Вы знаете, мы разработали очень классные программы. На данный момент мы уже провели, вот сегодня, если мы, ну, все будет хорошо, сегодня у нас еще два корпоратива вечером, они идут подряд. Один на 60 человек, другой на 500. То, как раз таки, уже будет 70 мероприятий с момента, как мы вышли работать в онлайн. Мероприятия получаются очень мощными, очень интересными, потому что в онлайне у нас не было таких возможностей. Перемещаться мгновенно, давать возможность людям общаться из разных стран, из разных уголков вселенной вообще. Делать невероятные сюрпризы, посещать казино, делать какие-то прогулки по тем городам, которые люди в жизни никогда не видели. То есть это не просто вы смотрите видео, это вы можете интерактивно общаться с гидом. Какие-то невероятные программы для деток, когда вы не просто вводите, ну, конечно, на данный момент мы привыкли к тому, что вы можете ввести номер телефона, ввести город, ввести имя ребенка, и Дед Мороз озвучит вот такое поздравление. Но дети, они, поверьте, они намного быстрее воспринимают реальность, чем мы с вами. Они намного ярче ее воспринимают. Не надо бояться, что ребенок как-то непонятно отреагирует, прекрасно отреагирует. Первый день рождения у моей дочери, он, ну как первый, осознанный, да, в три года, он прошел онлайн, к сожалению, потому что как раз нам пришлось войти. И сейчас она ждет Деда Мороза с таким рвением, потому что она с ним сможет пообщаться. И вот такие программы мы продумали, когда ребенок может пообщаться с Дедом Морозом. И при этом самое главное, на данный момент безопасно. А ко взрослым тоже Дед Мороз онлайн придет? Есть такая возможность? Ко взрослым, конечно, да, есть возможность. Причем мы разрабатываем программы прям под человека. Если человек рыбак, то придет Дед Мороз с хобби. Определенным он поболтает на эти излюбленные темы. И как раз таки будет индивидуальное общение. То есть какие-то шутки, какие-то прибаутки, попоем, поактивничаем. Анжелика, вы как-то сейчас можете перемещаться по миру и нам это продемонстрировать, так? Да, конечно. Ну, на самом деле мне очень хотелось побывать в Лондоне, поэтому сегодня я вот как бы в Лондоне. Вообще, в свое время, в 12-м году я стала чемпионкой мира по восточным танцам, поэтому вот можно, да, легко. Были ли вы в Италии, не знаю, но я сейчас оказываюсь с вами в Риме. Причем, если мы хотим с вами, чтобы фон оживал, то есть он может легко оживать. Для этого нам не нужны LED-экраны, которые раньше были невероятной стоимостью и наших клиентов сковывали по рукам и ногам. Ну, то есть по большому счету куда-то вперед индустрия шагнула, у нас новые возможности появились, да, как людей развлекать? Вы представляете, что это такое? То есть никто не говорит, чтобы мы отказывались от оффлайна. Мы очень радуемся, когда мы видимся все вместе в оффлайне. Но онлайн он никуда не денется. Оффлайн это как проект, который уже и передается из поколения в поколение, все к нему привыкли. Онлайн это стартап. И я вообще безумно благодарна этому году за возможности. Я благодарю всех тех, кто пошел в ногу со временем вместе с нами, потому что мы стоим у истоков. Мы стоим у истоков вот этой индустрии. То есть это стартап, это прекрасно. И надо открыться просто этому и дать возможность тебе и другим почувствовать вот это ощущение. Анжелика, ну и еще один важный момент. Онлайн-услуги, они все-таки дешевле или дороже живых ведущих? Я вам скажу так. Для того, чтобы мы изначально, для того, чтобы опробовать все, мы работали даже бесплатно. То есть мы работали у всех родственников, у всех друзей. Мы набивали собственные шишки. Так прошло где-то порядка 20 мероприятий. Сейчас я скажу, что мы вышли на такой уровень, когда у меня оплата идентичная моему оффлайну. Анжелика, спасибо вам большое. С наступающим вас Новым годом поздравляем. Ведущая онлайн-мероприятия Анжелика Ворона была с нами по видеосвязи. Вот, кстати, Анжелика, Ворона сказала про онлайн Деда Мороза. Я хочу добавить, что главное, чтобы нам подарки не виртуальные дарили. Это единственный момент. Если это на карточку, то почему бы нет? Точно уж настоящий у нас. Это чай Ахмат. Мы предлагаем вам сейчас, Владимир с нами, вместе с нами сделать несколько глотков, оценить тот самый напиток, английский чай Ахмат. А мы скоро увидимся с вами. Благодарю. Это тема дня. Она сегодня предпраздничная. В студии Алла Горожая и Наталья Клещева, а также наш многоуважаемый гость Владимир Ченевизов, психолог. И вот до рекламы на связи с нами была Анжелика Ворона, ведущая мероприятие. Теперь же онлайн мероприятие. И мы не можем не отметить ее экстравагантный костюм. И, соответственно, отсюда тема следующая. Нужно ли на домашних вечеринках, многие, наверное, дома останутся и встретить Новый год, одеваться с иголочки все-таки, продумывать. Нарядно как-то. Или, быть может, в халатике будет отглаженная пижама. Пижама, халатики, тапочки с помпонами. Смотрите, опять же, все индивидуально. Если у вас тематика новогодней вечеринки пижамная, пижамная, да, то почему нет? Пижама там, я не знаю. Ну, с другой стороны, так эта домашняя тематика, наверное, в этом году уже приелась. Поэтому я рекомендую, конечно же, совершенно верно, вы, Алла, сделали корректировочку. Лучше, конечно, наряжаться. Наряжаться по полной программе. Я вот тоже всегда за наряжаться. Парики, буашки, блестки, елка, чтобы она горела всеми цветами радуги. Просто максимально, чтобы все это было... Чтобы вот вышли люди на улицу и смотрят из квартир, домов, там просто дискотека. Вот все-таки с психологической точки зрения. Это же придаст больше новогоднего настроения, нежели ты будешь в пижаме или в халате. Любой движ, он поддерживает нашу психику в динамике позитивной. Когда мы сидим и не двигаемся, да, наш организм что делает? Сидит и не двигается. И психика вместе с этим все замедляется. Мы толстим, вот что я вам хочу сказать. Да, и это неплохо. Поспорю, ну ладно. Вот, поэтому любая динамика, она безусловно ускоряет эти все процессы. А праздник, так это вообще для нашей психики, для нашего общего настроения, это самое то, что нужно. Ну тогда получается, впереди 10 дней каникул, ну так, в прикидку, да, примерно, как не надоесть друг другу за все это время. Получается, что вот в таких нарядных костюмах и продолжать ходить, чтобы как-то разнообразить вашу домашнюю жизнь. Это тоже испытание для многих, несмотря на то, насколько ты любишь своих детей и мужа. Ну, наверное, через, ну, нет, 3-4 на 3-4. Девочки, девочки, вас понесло, мои хорошие. Смотрите, мы уже просидели друг с другом, просидели. Притерлись. Притерлись уже. 10 дней... Посидите с другими теперь. 10 дней праздничных тусовок, опять же, нас никто в этот раз не самоизолирует дома. Пожалуйста, нас бабушки, дедушки, друзья, какие-то, может быть, дай бог, будут выставки, что-то еще. Тем более, как я слышал... Ну, тем не менее, не забываем, да, о ограничительных мерах. Ну, безусловно, мы все соблюдаем. Маски, полтора метра. Ну, мне кажется, можно хотя бы под окном у родственников, да? Потому что как-то танец исполнить, может быть, да? Можно все, что угодно. Сиренадов. На самом деле, я вам скажу, что любая фантазия приветствуется. Хочется вам устроить тумбу-юмбу под окнами у своих родственников. Значит, берем халахуп и халахупим. Главное, тумбу-юмбу не забыть, да? Дома. Вот. А плюс ко всему, я настолько слышал, что наш любимый губернатор открыл Сочи на этот курорт, поэтому можем махнуть смело в Сочи. Лаганаки вроде никто и не закрывал. Собственно говоря, зимние курорты, они процветают, поэтому надоело сидеть дома, сели на машинку и... Ну, не все, к сожалению, могут, наверное, щи сделать, как вы говорите. Владимир, подводя итоги 2020 года, вот, ну, с вашей профессиональной точки зрения, что он принес, чему нас научил, какая школа жизни у нас была в этом году, для того, чтобы мы стали еще мудрее, еще благоразумнее, да, и правильно относились к жизни? Вы знаете, я очень благодарен 2020 году, потому что он научил нас любить друг друга, оценить. Это первое. Наш год 2020, он научил нас расставлять приоритеты, степень важности, что для нас важнее на данный момент, что может подождать. 2020 год научил нас быть сильнее, закаленными, да, и уверенными в сегодняшнем дне. Ведь на самом деле самое важное быть уверенным в сегодняшнем дне. Завтра он не наступит никогда, потому что завтра это есть завтра, а сегодня это сегодня. Поэтому ничего плохого не произошло. Мы шагнули вперед в развитии в техническом смысле. Мы стали больше путешествовать, да, это онлайн, как говорила наш ведущий, да, и при этом это тоже интересный венд. Начали активизировать свою фантазию, да, для того, чтобы придумывать какие-то новые способы. Плюс ко всему появилось у людей больше времени заниматься саморазвитием, это и духовные практики, и телесные практики, это и спортзал. Больше к вам обращались в этом году за психологической помощью, для того, чтобы как-то поправить свое здоровье. Ну, поначалу, когда все это только началось, был прям бум, скажу честно. Сейчас как-то все, ну, как бы, как и было всегда в штатном расписании, да, то есть запись ежедневная, все. Если раньше, там прям, Владимир, пожалуйста, вы видите. Так, это что касается 2020-го, да? Да, я хотела сказать, что по поводу обращений, да, и то, как Владимир помогал преодолевать трудности, у нас даже был отдельный эфир посвящен в теме дня, где Владимир был гостем, когда как раз требовалось особое вмешательство психолога. И вот вы мне как раз тоже научили быть еще добрее, я помню ваш подарок, брошь, четырехлистник, да, по-моему? Да, да, да. Вот, и вот к тому, что, к пожеланиям на будущий год, чтобы вы как психолог сказали всем зрителям тему дня. Я желаю всем быть счастливыми. У состояния счастья нет но. Поэтому отбросьте ваши сложности, проблем не существует. Проблемы это выдумки ленивых, трусливых, слабаков. Поэтому давайте мы не будем ленивыми, трусливыми, слабаками, а будем уверенными в себе, счастливыми людьми. И переформулируем просто фразу проблемы на вопросы, потому что вопросы априори имеют свои что? Ответы. Будем счастливыми людьми, будем радоваться жизни, будем озарять себя, светиться как солнышко и освещать все остальное. Будем, Наташа? Будем. Непременно будем. Светим, танцов. Спасибо вам большое, Владимир. Благодарю вас. Владимир Ченевизов, психолог, был у нас в студии. Спасибо, что сегодня отвечали на наши вопросы. И с наступающим Новым годом. И вас с наступающим. Будьте счастливы. Спасибо. Тема дня свою работу продолжит. В начале следующего часа не переключайтесь. Субтитры сделал DimaTorzok